Здравствуйте, мои дорогие! Важные знания, какие же сегодня знания я получу? Это очень важно. Сразу же приступаю, чтобы время не терять. Стивен Левин. Кто умирает? Исследование осознанного существования и осознанного умирания. Читая эту книгу, слушайте ее своим сердцем. Пусть она станет зеркалом вашего великого естества. Понимание – это последний соблазн ума. Устремляйтесь к истине за пределами ума. Любовь – это мост. Глава первая. Открыться смерти. Сегодня умерло приблизительно 200 тысяч человек. Одни попали в катастрофу, другие были убиты. Одни умерли от переедания, другие от голода. Одни умерли еще в утробе, другие – достигнув преклонного возраста. Одни погибли от жажды, другие утонули. Каждый умер так, как ему было суждено умереть. Одни умерли, сдавшись с открытым умом и умиротворенным сердцем. Другие не смогли принять смерть и умерли в смятении, страдая, потому что не успели сполна насладиться жизнью. Вот как пишет об этом Льюис Томас в своей книге «О жизни в клетке». Страницы с непроломбами сообщают нам о том, как мы вымираем, тогда как сообщения о рождениях, информирующие нас о пополнении, всегда даются мелким шрифтом на краю страницы. Однако мы едва ли осознаем масштабность этих процессов. На Земле нас живет 3 миллиарда, и всем этим 3 миллиардам суждено умереть, словно по графику, в течение одной человеческой жизни. Но всеобщие смертности, уносящие ежегодно более 50 миллионов жизней, во всеуслышение почти никогда не говорится. Не пройдет и полвека, как численность живущих и умирающих удвоится. Трудно себе представить, как мы тогда сможем замалчивать, что процесс умирания переживают так много людей. Мы будем вынуждены отказаться от представления смерти, как о катастрофе, как о событии мирском, нежелательном или даже странном. Нам нужно будет больше узнать о циклическом повторении жизни в остальном мире и о нашей взаимосвязи с этим процессом. Все рождающееся приходит на смену умирающему. Одна живая клетка сменяет другую. Мы живем в обществе, в котором принято отрицать смерть. Возможно, именно поэтому многие умирают, чувствуют замешательство и вину. Как и о сексе, о смерти принято говорить шепотом за закрытой дверью. Мы чувствуем себя повинными в том, что не можем дальше жить и вынуждены умереть. В смерти отражается наш образ жизни. Живущие в так называемом материалистическом обществе, в котором технология позволяет приобретать вещи и практически не прилагать усилий для выживания, а значимость человека определяется его богатством, возможно, более склонны к тому, чтобы отождествлять себя с телом. Наше общество ежегодно тратит миллиарды долларов на косметику, парики, пояски, краску для волос и удаление морщин, не давая нам возможности извлечь урок из старения тела. Более того же, и в мире, в котором одним из величайших зол есть голод, граждане нашей страны тратят ежегодно больше, чем 400 миллионов долларов только на то, чтобы избавиться от лишнего веса. Наблюдая за старением тела, за возрастными изменениями в метаболизме, в виде брюшков у людей средних лет, замечая понижение энергичности, седину на висках, ослабление мышечного тонуса, выпадение волос, как мы можем отрицать неизбежность расставания с телом? И не желая потери близких, видя, что все известное нам постоянно меняется, что мы представляем собой материал, из которого образуются истории человечества, как мы можем забывать о смерти? Как часто, например, нас учат созерцать боль и страдания, которые возникают при обычной простуде, чтобы подготовить себя к смерти, помогая преодолеть привязанность к жизни? Постоянно добиваясь личного удовлетворения, мы привыкли считать себя счастливчиками или неудачниками, не понимая в полной мере учения мимолетности. Мы редко используем болезнь для исследования своей связи с жизнью или изучения своего страха смерти. Болезнь принято считать неудачей. Нашим идеалом является крепкость здоровья и бодрость в итоге рекламы пепсиколы. Мы думаем, что у нас все окей только когда мы здоровы. Но разве можно, ограничивая себя представлением о желаемом, научиться быть открытым к недопустимому? Как нам позволить себе открыто и смело прийти к неизвестному, не вщемляя при этом полноты жизни? Даже покойникам мы румяним лицо. Даже оказавшись при смерти, мы отрицаем свою бренность. Сидя дома в своем любимом мягком кресле, мы читаем в газетах, что пять разгорели во время пожара в гостинице в Кливленде. Десять уже погибли, когда на скоростной автостраде разбился автобус. Три тысячи жизней унесло землетрясение в Италии. Нобелевские луиады скончались в своих лабораториях. И еще есть убийство на электрическом стуле. Мы читаем эти новости для живых и левеем в себе мысль, что умирает всех, кроме нас. То, что мы сидим дома и читаем о смерти других, убеждает нас в нашей неуязвимости, в нашем бессмертии. Описание несчастья, выпавших на долю других, занимает большую часть передовицы любой газеты и создает иллюзию, что нам постоянно везет. А редко мы используем известия о смерти другого человека для того, чтобы осознать мимолетность и непредсказуемую изменчивость всего и вся. Однако признание мимолетности содержит в себе ключ к самой жизни. Столкновение со смертью позволяет нам глубоко осознать жизнь, которую, как нам кажется, мы потеряем вместе с телом. Но в чем истина этого присутствия, переживаемого нами? Этой вневременности бытия, которая, кажется, нам не имеет ни начала, ни конца. Мы верим, что умрем только тогда, когда верим, что родились. Мы не доверяем своему чувству бесконечности и безбрежности внутри. Мы страдаем потому, что привязаны к представлению о том, какими являются вещи и какими они могли бы быть. Печаль – часть нашего повседневного существования. Однако мы редко позволяем себе переживать душевные страдания, которые один человек назвал глубинным плачем, скорби обо всем, что мы оставили позади. Моя знакомая, вспоминая тот день, когда ее рак был признан неизлечимым, сказала, «Неизлечимость болезни наконец-то дала мне понять, что смерть реальна. Это не гарантировало того, что я умру в течение полугода, и даже того, что я умру раньше, чем доктор, поставивший мне диагноз. Я просто поняла, что вообще умру». В обществе, которое основано на приобретении материальных благ, которое рассматривает человека как тело, которое почитает здоровье таким ценным, а смерть такой страшной, трудно понять, что смерть – естественное, даже необходимое продолжение жизни, как внешней, так и внутренней. В египетской книге «Мертвых» есть длинные рассказы о том, как духи почивших спускаются в преисподнюю, где встречаются с великим судьей, который взвешивает их сердца, положив на одну чашу весов сердца, а на другую перо. И это перо истины. Услышав эту легенду, невольно задумаешься, чье сердце по легкости может сравниться с первым истиной. 75% людей испускают свой последний сдох в больнице или приюте. Большинство из них умирают в заведении, в котором смерть почитается врагом. Я неоднократно убеждался, что многие приближаются к смерти в физической и духовной изоляции, что им редко предлагают открыться своему страху и предубеждению, что они при этом находятся вдали от людей, близких по крови и духу, которые могли бы разделить с ними это бесценное мгновение. Не доверяя своей внутренней природе, оказавшись изолированными от жизни, они входят в другую сферу бытия с болезненным чувством опасности и смятения. Я видел, что многие отчаянно привязываются к доживающему свои последние дни тела, надеясь на какое-то немыслимое чудо, терзая себя мыслями о том, что они не успели добиться успеха в жизни. Я также видел тех, чья смерть была воодушевлением для окружающих, кто умирал с такой любовью и состраданием, что все присутствующие были преисполнены неизреченной радостью еще долго после их ухода. Лишь немногие участвовали в жизни так полно, что смерть для них не страшна и не кажется им старухой с косой, которая поджидает их в темноте за окном. Большинство же людей борются со смертью так же, как раньше боролись с жизнью, стремясь найти точку опоры, восстановить контроль над непрекращающимся потоком изменений, присущим этому уровню существования. Лишь немногие умирают целостно. Большинство же живут фрагментарной и беспокойной жизнью. Они думают, что обладают телом. Лишь немногие признают, что тело – только временно снятое жилище, из которого рано или поздно придется уйти. Тем, кто видит себя пассажиром тела, легче отпустить его с миром. В нашей культуре принято смотреть на жизнь, как на прямую линию. Чем длиннее эта линия, тем больше, как нам кажется, мы прожили, тем полнее реализовали себя, и тем менее ужасным нам представляется ее конец. Смерть в молодости кажется нам трагедией и повергает нас в ужас. Однако в культуре американских индейцев жизнь считается не линейной, а цикличной. Причем первый цикл оказывается завершенным с достижением половой зрелости, когда молодой человек участвует в ритуале перехода. Начиная с этого времени, его жизнь считается целостной, хотя она и продолжает развиваться дальше. Таким образом, когда бы человек не умер, если его кольцо уже сформировано, он умирает целостно. Мудрец Бешеный Куни из числа американских индейцев сказал, «Сегодня подходящий день для смерти, потому что все в моей жизни уже присутствует». Мудрость американских индейцев говорит, что целостность определяется не количеством прожитых лет, а скорее полнотой вхождения в каждое мгновение. В отличие от нашей культуры, уделяющей малое внимание подготовке к смерти, в культуре американских индейцев умирающему часто предлагают созерцать естественно выросший кристалл. Глядя на грани кристалла, переливающиеся всеми цветами радуги, человек сосредотачивает внимание на игре красок и отпускает все, что не позволяет ему выйти за свои пределы. Благодаря этой простой и мудрой подготовке во время смерти человек легко оставляет свою временную форму и входит в радугу. Судя по всему, люди, чья жизнь столь целостна, что включает в себя смерть, не испытывают сильных страданий. Однако это не означает, что они живут постоянно думая о смерти. Это означает, что они с любовью пребывают в настоящем, рассматривают каждое мгновение жизни как бесценный дар. Я знаю лишь немногих, чей образ жизни подготовил их к смерти. Лишь немногие погружались в свое ум и сердце так глубоко, что готовы ко всему, будь то смерть или болезнь, радость или горе. Кто он готов умереть? Тот, кто жил настолько полной жизнью, что не боится своих представлений, а не бытий. Ведь нас пугает лишь идея смерти. Мы сторонимся только неизвестного. Как часто мы похожи на избитого ребенка с передовицей Лос-Анджелес Таймс, которого уносит из комнаты сострадательная няня, тогда как он кричит «Мама, мама!» и тянется ручками через плечи няни в направлении женщины, окруженной полицейскими в другом конце комнаты, в направлении женщины, арестованной за жестокое обращение с ребенком и нанесение ему телесных увечий. Как мало среди нас тех, кто тянется обратно от известного, вместо того, чтобы открыться неизвестному, исполнившись терпения и душевного тепла по отношению к себе и всем остальным. В некоторых обществах смерть собирает вместе все племя или семейство для признания и празднования мимолетной сущности жизни. Во время этого празднования глубоко духовный контекст происходящего часто позволяет людям переживать глобальные изменения в своей полной природе. Для людей в таких обществах смерть дает постоянную возможность отпустить иллюзии жизни, увидеть жизнь, какова бы она ни была, и полюбить все вокруг. В иудейском обществе, как и в индийском, тело, как правило, предает земле или огню в течение суток после смерти. В ортодоксальной иудейской традиции родственники находятся в травре в течение недели, причитая и моляясь за упокой души усовшего, но уважая ее переход и желая ей блага, куда бы она ни попала. В Индии родные и близкие несут тело на носилках к месту сожжения. В течение первой половины пути, воспевая Рам, Нам, Сати и Хей, имя Бога и Систина, они несут покойника головой в направлении дома, который он покинул. Когда половина пути уже пройдена, носилки поворачиваются так, чтобы голова покойника была обращена не в сторону прошлой жизни, а в сторону грядущей. На месте сожжения собирается вся семья. Тело кладут на большую экипу дров, покрывают цветами, волковониями и поджигают. Если покойник был отцом семейства, то когда горящие тела начинают разваливаться, старший сын перемешивает костер длинным шестом и, если нужно, сильным ударом протыкает макушку черепа, чтобы дух отца мог найти себе радостное пристанище в иных мирах. В Мексике в ноябре празднует «Ля Дио Де Ля Мерд» — День Мертвых. Дети покупают бумажные скелетики, выставляют в них лопушки и поджигают их. Родители берут детей на загородное кладбище, где устраиваются пикники в честь круговорота пельмен и где детей угощают карамелями, сделанными в виде маленьких человеческих черепов. Я был с теми, кого смерть полностью вернула их в жизни, в кого она вселила уверенность в существовании того, что длится вечно и остается незатронутым кончиной тела. Я видел людей, чьи жизни были исполнены страха, но кто, оказавшись при смерти, переживал раскрытие, которое давало ему чувство завершенности, практически неведомое при жизни. Я был с людьми, которые в преддверии смерти были так измучены и испуганы, что не могли как следует проститься с теми, кого больше всего любили. Они не окончили так много дел, что, расставаясь с близкими, не смогли найти для них нескольких слов. Я видел также людей, которые, когда их признавали безнадежно больными, восклицали, «Господи, только не я», но умирали после нескольких месяцев глубоких исследований, безмятежно закрывая глаза и шепча, «О милостивый Иисус!» и «О милостивый Иисус!» Глава вторая сполна родиться Когда мы думаем о смерти, мы воображаем себя в окружении любящих друзей В комнате, в которой царит покой и безмятежность Приходящая, когда все дела окончены и говорить больше нечего Когда наши глаза учатся любовью и великой мудростью Пониманием быстротечности жизни Мы откидываемся на подушку и спускаем последний вздох Напоминающий непроизвольное восклицание Ах И медленно растворяемся в бесконечном свете Но что если в тот самый миг, когда вы готовы с восклицанием Ах покинуть тело Ваша супруга или супруг признаются вам в том, что имели любовный роман с вашим лучшим другом или подругой Или если ваш рассерженный сын ворвется в комнату со словами «Нота ничтожества», когда ты прекратишь играть в свои шалкие игры Захлопнется ли в этот момент с грохотом каменной двери ваше сердце? Закружится ли ваш ум в смятении и сомнении? Нужно ли будет вам говорить что-то в свое оправдание? Или же вы с болью выслушаете это и промолчите? Как мы можем умереть целостно, если прожили фрагментарную жизнь? Если мы прожили жизнь преимущественно с заветной идеей о себе Как мы можем умереть, приняв великую тайну в свое широко открытое сердце? Где мы найдем себе прибежище? Где возьмется у нас уверенность в совершенстве этого мгновения Когда мы так часто сторонились того, что нас пугало? Чтобы понять, как мы далеки от осознанного умирания Достаточно обратить внимание на то, как несовершенно мы себя чувствуем Как мы боимся жизни Может показаться, что мы все еще до конца не родились Такая большая часть нас подавлена и сокрыта в глубине Так много в нас отложено до лучших времен Так мало внимания мы уделили изучению того, что в жизни вызывает у нас страх Так часто наши исследования себя прекращаются ввиду плохой погоды Потому что уходить глубже мешали различные обстоятельства, приносившие страдания Мы говорим о целостном умирании Но в то же время видим, что внутри нас пребывает то, что никогда не появлялось при свете дня Мы видим, как много в нас неосознанного Как много в нас еще не рождено Сколько опасностей тает для нас жизнь Кажется, мы никогда не касались первооснов бытия Никогда не чувствовали себя в настоящем уверенно Никогда не стояли в нем на двух ногах Мы всегда переминаемся с ноги на ногу Ожидаем следующего мгновения Когда мы начинаем изучать свой страх смерти Мы видим в нем страх перед тем, чтобы отпустить мгновение Страх, с которым мы никак не можем совладать В нем присутствует боязнь мимолетности, неизвестного И вечно меняющегося следующего мгновения жизни Чтобы сполна родиться, стать целостными Мы должны перестать откладывать жизнь В той мире, в которой мы откладываем жизнь Мы откладываем смерть Мы огульно отрицаем смерть А с ней и жизнь Внутри нас есть так много того, что мы не желаем переживать Внутри нас так много страха, вины, гнева, смятения и жалости к себе Так много сомнений в своих силах Так много неубедительных оправданий Если принять в его внимание странные требования нашего воспитания Поддерживать в уме конфликты одних представлений с другими Покажется ли удивительным то, что мы и так несовершенны? В одно мгновение ум говорит Бери самый большой кусок А затем продолжает На твоем месте я так бы и не сделал Поэтому неудивительно, что все мы сдвинуты, надломлены Стараемся защититься от того внутри себя, что нас пугает Мы не решаемся поделиться своими сокровинными переживаниями с кем-то другим Даже с собой Мы больше всего боимся показаться плохими, нелюбимыми и недостойными любви Только потому, что думаем не так, как все Между тем, состояние сознания непредсказуемо Они постоянно приходят и уходят И некоторые из них мы никогда не хотели бы переживать Но эти состояния возвращаются И мы поспешно ищем возможности подавить страх Ощущаем отвращение к себе и опасность своего положения Это постоянное устранение из сферы внимания Нежелательных состояний сознания Заставляет нас чувствовать страх каждый раз Когда мы оглядываемся на себя и говорим с ожилением Это не я Этот страх не может быть мной Гнев – это не я Отвращение к себе и сознание вины не относятся ко мне Однако эти чувства преследуют нас И мы продолжаем спрашивать себя Каковы же мы на самом деле? Как нам открыться тому, что мы отрицаем? Тому, что есть Хотя, по нашему мнению, его не должно быть Мы желаем быть какими-то другими И это наш ад Наше сопротивление жизни Приближаясь к концу своей жизни Мы смотрим на свое прошлое И спрашиваем себя Как можно целостно умереть Если мы прожили такую фрагментарную жизнь? Мы спрашиваем себя Кто за всеми нашими мнениями о себе На самом деле есть тот, кто умирает? Создается впечатление, что мы стали ущербным подобием Своего изначального облика Наш мир напоминает разбитое зеркало А переживания Многочисленные отражения в осколках этого зеркала Поэтому вместо единой целостной реальности Мы видим несобласованные фрагменты Того, что есть И того, что мы воображаем Глядя на эту ущербную реальность Мы с досадой обнаруживаем Что отдельные ее аспекты Не такие, какими бы мы хотели их видеть Я не хочу, чтобы люди видели мое вожделение Ведь оно не должно быть таким сильным, как у меня Я не должен быть таким Никто от этого не сходит с ума, так как я И этот кусочек переживаний также устраняется Вы замечаете свою жадность и корысть Свои сексуальные фантазии Желание быть лучшим И постоянная беспокоенность чем-нибудь И тогда вы начинаете всеми силами избавляться от этих переживаний Ведь они представляют собой Недопустимые аспекты того существа Которым вы себя считаете Но мне кажется, что очень разумно И даже более точно Называть это умом А не моим умом Ведь когда вы называете это моим Вы исключаете из него те фрагменты Которые вам не нравятся И поэтому взглянув в свое черное зеркало Вы не видите в нем практически ничего реального Оно отражает лишь те качества Которые вы желаете иметь Исключая все остальное Не показывая вас целиком Мы думаем, что у нас есть то, что мы должны прятать Однако это мнение ограничивает нас Вообразите себе, что в течение следующих 24 часов Вам нужно носить шапку Которая делает ваши мысли очевидными для всех Кто находится в окрестностях сотни метров вокруг вас Вообразите себе, что поток ваших мыслей Другие слушают как радио И каждый человек из вашего окружения Может узнать все ваши опасения и фантазии Все ваши мечты и сомнения Насколько страшно и неловко Вам будет выходить на улицу Насколько долго вы будете позволять своему страху Изолировать вас от других людей И хотя лишь немногие Должны быть решаться на то, чтобы принять участие В этом эксперименте Вообразите себе, какое облегчение наступит Когда вы в конце концов поймете Что скрывать ничего больше не нужно И как удивительно было бы видеть Что умы окружающих Тоже заполнены бессмыслицей и фантазиями Опасениями и сомнениями Сколько времени понадобится рассуждающему уму На то, чтобы разжать свою хватку Чтобы постичь иллюзию теренности И с улыбкой признать Что вы не более помешаны, чем все остальные Чтобы быть целостными Мы не должны ничего отвергать Мы думаем, что у нас есть что терять И подтверждением этому чувству Служит психологическая защита Отделяющая нас от жизни И оставляющая нам фрагментированную реальность С помощью которой мы пытаемся проявлять естественность Однако, когда мы отделяем себя от истины Жизнь становится запутанной И мы удивляемся тому, что человек может целостно жить или умирать Принимая все, что приходит ему на ум Ведь мы видим, что если мы не желаем сталкиваться С какими-то своими проявлениями Наши сердца закрываются в всякий раз Когда эти проявления дают о себе знать Мы удивляемся тому, как человек может открыть сердце Когда переживания неприятны для него Когда он видит свою эгоистичность Страх, сомнения, вину Если беспокойство является основным состоянием сознания Могу ли я оставаться открытым текущему мгновению Или же я должен убегать от него Мы проявляем так мало снисхождения к самим себе Мы запечатываем свое сердце И чувствуем себя одинокими во враждебном мире Мы редко отказываемся от своих суждений Чтобы найти в себе место для самих себя Как мы можем быть столь бессердечными По отношению к тому, кто, как мы чувствуем, страдает у нас в сердце Если без жалости к самим себе мы полностью примем свои страдания Нам трудно будет удержаться от сострадания и забот О нашем собственном благосостоянии Сама необходимость постоянного ухода от того, что есть Необходимость быть кем-то другим Превращает нашу жизнь в ад В постоянное сопротивление Таким образом, большую часть своей жизни Мы проводим в аду В нашем уме возникает гнев И это сбивает нас толку Если я духовная личность Я не должен поддаваться гневу Надо полагать, я на самом деле не так уж духовен Как бы то ни было, я не должен показывать свой гнев другим Однако гнев – истина того мгновения Если мы отвергаем его Если мы притворяемся, что его нет Мы упускаем еще одну уникальную возможность быть свободным Мы теряем еще один аспект понимания себя Какими мы являемся А все потому, что мы не знаем, что такое наш гнев Хотя мы переживали его тысячи раз Мы не знаем также, что такое страх или сомнение Ведь каждый раз, когда они возникают Вместо того, чтобы использовать эти ментальные состояния для исследований Мы видим в них опасность Потому что они подрывают наш имидж Лишь иногда при встрече с опасностью Мы продолжаем следовать дальше по тропе Навстречу неизвестному Однако чаще мы пытаемся свернуть в сторону Направо или налево Мы стремимся убежать от опасности Перескочив в следующее мгновение Ищем себе укрытие в фальшивой реальности В раздробленном мире В котором чувствуем себя как дома Мы постоянно скрываемся от истины Нас устрашает широкое пространство исследований Незащищенность перед истиной текущего мгновения Открытость того, что есть Мы желаем остановить мир Овладеть реальностью И согласовать ее с одним из наших представлений о ней Поэтому каждая попытка управлять собой Прибавляет нам страданий Мы стремимся приукрасить прошлое И защитить будущее от разочарования Которое наступает из-за наших несбывшихся ожиданий Однако жизнь каждый раз дает нам понять Что она не подвластна нашему контролю В одно мгновение она одна Следующая совсем другая Жизнь не подвластна нашему контролю Но это урок Счастья вам, удачи, любви и успеха Я хочу перейти к следующему уроку Чтобы уроки не были такими длинными Пока-пока, будьте счастливы Продолжение следует...